МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экотеатральная постановка в молодежном центре. В Смоленске задержан наркоторговец. А сейчас об этих и других событиях подробнее. С мая месяца в Десногорске стартовал проект «Слава Созидателям-2017». По замыслу, это творческий видеоконкурс для школьников. Он дает возможность подрастающему поколению принять участие в увековечивании истории нашего города через воспоминания тех, кто стоял у истоков его рождения и становления. О том, как идет подготовка к проведению конкурса, мы расскажем в нашем сюжете. Положение предстоящего конкурса требует определенных условий исполнения видеороликов. Чтобы помочь юным участникам справиться с поставленной задачей, специалисты управления информацией и общественных связей проводят мастер-классы, на которых объясняют школьникам цели и условия конкурса, а также способы реализации творческого замысла. Дают советы, как выбрать своего героя, правильно построить интервью и выстроить сюжетную линию. Профессиональный телеоператор преподавал азы приемов операторского мастерства и давал советы, какими средствами и в какой обстановке можно снять хороший видеоролик. Будущие участники конкурса хорошо представляют себе, какая перед ними стоит задача. Мы чтим память как-то наших предков, то, что они как-то сделали большой вклад в строительство города. И как бы, если бы не они, то не было бы и нас, и всего этого вокруг. На занятия пришли ребята, которые уже были участниками прошлогоднего конкурса. Я собираюсь в этом году делать больше про своих родственников, искать людей, которые мне близки по крови, чтобы увековечить их историю, и чтобы им было приятно, что их помнят. В конкурсе принимают участие целыми семьями. Будешь работать одна над проектом или командой? Я буду работать командой. С кем? Именно интервью я буду брать с сестрой, а мама с папой будут заниматься монтажом и оперировать. Активность участников в этом году говорит о том, что прошлогодний конкурс прошел на высоте. 6 июня при поддержке государственной корпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом» в администрации Десногорска состоится рабочее совещание по повышению качества медицинского обслуживания населения города. В совещании примут участие представители госкорпорации, Смоленской станции, предприятий Десногорска и медики. Администрация предлагает жителям направлять замечания и предложения по качеству медицинского обслуживания в нашем городе на адрес электронной почты или номеру телефона, который вы видите на экране телевизора. Обращения принимаются до 15 июня. Детская развлекательная караоке-программа «Караолька Атом Стар», посвященная 25-летию концерна «Росэнергоатом» и 35-летию «Смоленская АЭС» прошла 2 июня на сцене реабилитационно-здоровительного центра. После проведения караоке-конкурса для взрослых дети, посещающие секции РО и ДЦ, обратились с инициативой к руководству центра с проведением подобного конкурса и для них. Но участие в конкурсе подали заявки 69 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Так как такое количество песен в один конкурс вместить было невозможно, организаторы объединили детей в 15 команд. После жеребьевки определились с последовательностью и исполнением песен. В основном в этот день на сцене звучали песни из добрых советских пультиков. Самые известные и любимые песни дружно подпевали как взрослые, так и дети в зале. Выступление команд сопровождалось дружными аплодисментами. Все участники получили памятные дипломы, подарки и сладости от профсоюза «Смоленская АЭС» и с удовольствием делились своими впечатлениями. Спасатели контролируют Десногорское водохранилище. С 1 июня в регионе открылся купальный сезон, и на побережье нашего водоема съезжаются отдыхающие. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам патрулируют водные объекты. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС, спасатели рекомендуют воздержаться пока от купания, так как вода еще не прогрелась, а также проводят беседы с рыбаками и отдыхающими, напоминая о первой помощи утопающим. Кроме того, сотрудники ГИМС проверяют соблюдение судовладельцами правил эксплуатации маломерных судов, наличие документации и прав у владельцев. С 1 июня в городе стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году за летние месяцы оздоровления пройдут около 700 десногорских детей. В организации их досуга принимают участие все культурные и спортивные учреждения города. Наша съемочная группа побывала вместе с детьми из лагеря «Созвездие Дома детского творчества» на экотеатральной постановке в молодежном центре. 7 июня для ребят театралы и студии «Лицидей» показали сказку на современный лад. 2017 год посвящен Году экологии, поэтому сегодня на сцене была показана сказка-шутка «Экологическая царевна не смеяна». Декорации костюмы для инсценировки придуманы и шиты самими юными актерами. Эта постановка уже не раз показывалась ребятами ранее в течение года. В этот раз она вышла в обновленном актерском составе, но, несмотря на это, имела успех у зрителей. Сказка мне очень понравилась. Ребята сделали очень классные костюмы. Очень артистично играли. Сотрудниками городского центра поддержки молодежных и детских общественных объединений организуется для досуга ребят, посещающих оздоровительные лагеря города, не только театрализованные представления, но и другие развлекательные мероприятия, в которых дети участвуют с большим удовольствием. 6 июня вся наша страна отмечает Пушкинский день России. В городском центре досуга города Десногорска прошла игра путешествия по сказкам Александра Сергеевича Пушкина у лукоморья для ребят, посещающих пришкольные лагеря. Ребята узнали о жизненном и творческом пути поэта и посоревновались в викторине «Знаешь ли ты сказки Пушкина». Завершилось мероприятие просмотра мультипликационного фильма «Сказка о царе Салтане». 12 июня наша страна отметит День России. На летнюю городскую эстраду, на концертную программу «Будем всегда Россией гордиться» приглашают десногорцев творческие коллективы городского центра досуга. Начинается мероприятие в 18.00. В Смоленской области зафиксировано рекордное увеличение потребления электроэнергии. В мае на 14% с начала года, на 6,1% без учета 29 февраля 2016 года. Десногорский прошел второй этап Кубка области по маунтибайку. Более 30 велосипедистов региона показали свои навыки преодоления по пересеченной местности. Велогонки организовали молодые атомщики совместно с профсоюзом «Смоленская АЭС». Поучаствовать в соревнованиях приехали подготовленные подростки спортивных школ Смоленска, Сафонова и Ярцева, и, конечно, Десногорска. Самый юный участник, 7-летний Ваня Сыромятников, соревновался впервые и занял второе место в возрастной группе 2007 года рождения и младше. Причем вместо положенных 5 километров преодолел 10. Десногорцы вошли в тройку лидеров и в других возрастных группах. Криминальные новости. В Смоленске задержан распространитель наркотиков. Проверяя оперативную информацию, полицейские остановили предполагаемого злоумышленника на одной из улиц областного центра. При личном досмотре у мужчины в рюкзаке были обнаружены 60 свёртков с расфасованным порошком. При проведении обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили немало аналогичных свёртков, спрятанных в разных углах квартиры. Согласно экспертному заключению, весь изъятый порошок оказался героином общей массой 115 грамм. Мужчина признался, что приобрёл наркотическое средство в Москве с целью дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Межведомственные и мобильные группы задержали на Смоленской трассе М1 четыре партии польских фруктов. По документам, одна партия яблок возилась под видом краски из Литвы. Остальные ехали в Россию как польский картофель фри. Перевозкой занимались смоляне. Теперь им придется выплатить от 50 до 300 тысяч рублей штрафа. Смоленские таможенники возбудили дела об административном правонарушении. А более 80 тонн яблока оказались под гусеницами трактора. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disney.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова